Сегодня мы поговорим о моих авторских прописях, которые я использую на курсах. Я расскажу об идее их создания, как правильно их использовать, чтобы получить необходимый результат. Через некоторое время после запуска моих курсов я сходила на курс по каллиграфии. Мне очень понравился способ, когда люди тренировали свою руку и ножи импера именно на прописях. И я подумала, почему бы не применить этот же способ только в иллюстрации. Потому что в иллюстрации тоже очень важна линия, когда она бывает тоньше, когда толще, когда сходит на нет. Это очень важно для того, чтобы ваша работа выглядела графично и профессионально. И у всех очень долго, как правило, происходит привыкание к пенсилу и к планшету, потому что здесь от нажима меняется толщина линии, и чтобы действия руки соединялись с мозгом, к этому нужно привыкнуть. Соответственно, это проще делать не на иллюстрациях готовых, а на прописях, потом уже переходить к полноценным работам. И сейчас я покажу, как ими правильно пользоваться. Нажимаете кнопку «Фото» и здесь выбираете пропись. Создаете новый слой, выбираете черный или любой понравившийся вам цвет, и выбираете кисть «Письмо» из папки «Каллиграфия». Нажимаете на кисть «Письмо» и настраиваете стрелай. Эта настройка находится в вкладке «Движение штриха». Подстраиваете под себя размер кисти, потому что нажим у всех разный. Кто-то давит сильнее, кто-то легче. И начинаем сначала с полупрозрачных линий. Надавливаем сильнее в начале и отпускаем к концу. Видите, у меня сильный ножен, поэтому мне нужно уменьшить размер кисти. Надавливаем сильнее в начале, отпускаем к концу. И потом продолжаем эту строчку до конца, уже самостоятельно. Дальше у нас то же самое, только в обратную сторону. Затем у нас идут реснички нижние. Здесь мы тоже начинаем с широкой линии и переходим в тонкую. Здесь то же самое, только в обратную сторону. Это пропись сейчас для портрета. И здесь у нас идут реснички в пучке. То есть мы рисуем сначала одну ресничку, к ней присоединяем другую. Таким образом рука запоминает все эти движения. И потом в портрете вам уже проще их выполнять. Вот еще, допустим, интересная линия. Тоже начинаем с тонкой линии. Усиливаем в середине и заканчиваем тоже тонкой линией.